Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова Сумма серьезная. А ваша мама отдельно живет? Да, она живет за городом. Она как только вышла на пенсию, решила жить на даче. Я был там, ее там нет. А на полу пятна крови. Понимаете? Кровь? Кровь это серьезно. Ну а в полицию вы обращались? Да, конечно, они приняли заявление. Но сказали, что слишком рьяно, ее искать никто не будет. Мало времени прошло, и тела ведь нет. Ну да. А про кровь вы им сообщили? Нет, я только про машину сказал. А я ведь потом поехал на дачу, а оттуда сразу к вам. Ну хорошо, давайте мы сейчас поедем на дачу, на месте все осмотрим. Но по дороге вы позвоните в полицию, сообщите про кровь. Вот, мама моя, мы так и не поняли, почему она на старости лет решила на дачу поехать жить. 20 лет в банке проработала, ну городской человек. И тут вдруг решила жить на даче. Не понимаю, зачем ей это? На старости лет-то, а? Ну скажите тоже, на старости лет. Все, женщина вполне и вполне, вы что. Значит, говорите, на пенсию вышла, да? Вы мне фотографии скинете? Да, хорошо, ловите. Ну а разве пенсия, это не старость, а? Ну ей бы уже о душе подумать. Ну о внуках в конце концов. У нее, кстати, вот внук скоро появится. Я вас поздравляю. Спасибо. Она вот завтра должна была Ленку везти на УЗИ, ну жену мою. Я не могу, ну понимаете, я сейчас еще не работаю, я только ищу работу. Но времени совсем нет. Но она же должна помогать. Должна помогать, это ее внук. Зачем она машину продала? Ведь неудобно же ездить, одна на даче живет. Вот-вот. Я вот ей говорил, мам, ну отдай ты мне деньги, ну у меня целее будут, ну. Не уговорил. Все-таки мне непонятно, откуда такое решение, взять и продать машину. До города 20 километров. Как она будет ездить? А, ну, да там электричка есть. Погодите, вот здесь остановите. Приехали. Алло, Ань, ты уже на месте? Это хорошо. Слушай, собери мне информацию на Рябинину Маргариту Витальевну. А фотографии данные я тебе скину. Договорились, все. Вот, смотрите. Коль, так. Похоже на фотографии? Похоже. Коль, возьми образец, отвези на экспертизу. Они обещали помочь и сразу обратно. Хорошо, сделаю. Да, чистенько у вашей мамы. Ну, да, она любит чистоту. Ну, привычка. Она же в банке работала. Привыкла, что все должно быть на своих местах. Это я к тому, что следов борьбы нету. Кровь-то откуда? А может быть, ее по-тихому зарезали и... Ну, не дай бог, конечно. Да. А вы были в городской квартире мамы? Был. Я приехал, стучал, звонил. Никто не открыл. И сейчас туда Галька поехала. Ну, у нее ключи есть. А это кто? Сестра моя младшая. Может, у вашей мамы есть подруги? Ну, или родственники. Кому она могла бы уехать? Да нет родственников у нас нет. Родители из другого города переехали. Мне тогда было три года. А подруги... Я не знаю. Ничего-то вы о своей маме не знаете. Так, секундочку. Это ее? По-моему, у нее не было таких. Ну, она не могла такие носить. Она же в банке работала. Ну, там, дресс-код. Ну, я не знаю. Ладно. Хорошо, спасибо вам. Аль, есть что-нибудь прикусить? Голодный как волк, устал как собак. Ну, раз как собака, тогда тебе нужна кость. На, грызи. О, спасибо. Пойду чай сделаю. Так. А то я с утра не завтракала. Сейчас покушаю, обратно к шефу. Я тебе хочу обрадовать. Я поеду с вами. Игорь Петрович звонил, сказал, что вы без меня не справляетесь. Ну, куда нам без тебя-то? Кстати, ты узнал, что это новенькое? Ну, конечно, узнал. Маргарита Рябенина, 58 лет. Заслуженная сотрудница банка. Сейчас на пенсии. Вдова уже 20 лет. Представляешь? Она одна сын растила? У нее и сын, и дочь. Сын Геннадий, 30 лет. И дочка Галина, 19 лет. И они все отдельно живут? Да, тоже благодаря матери. Она два года назад разменяла свою шикарную трешку в центре на три отдельные квартиры. Для себя, сына и дочери. У них же семьи у обоих. И дочка тоже? Да. Ничего себе, какая молодец. Не стала за мужеством тянуть. Слушай, а ты узнала, кому она машину продала? Нет, машина пока даже с учета не снята. Но по новым правилам можно и так продавать. Да, кстати, скорее всего, она машина продала с рук. И новый владелец просто не стал ставить машину на учет. С машиной вообще какая-то запутанная история. Игорь Петрович сказал, что он сам с этим разберется. Ну все, Коль, хватит есть. Нас Игорь Петрович ждет. Все, давай. Отправив Анну и Николая опрашивать соседей, Лукин увидел, как к дому подъехала Галя, сестра Геннадия. Ну что? Нет мамы в квартире. Ни следов, ни записки, ничего. А вы не обратили внимания? Вещи все на месте. Документы. Вещи на месте вроде. А паспорта нет. И денег тоже нет. Как нет? Вообще нет. А вы что, знаете, где у вашей мамы деньги хранятся? Так, конечно, знаем. Но в секретаре там специальный ящик есть. Там все деньги лежат. И за машину деньги тоже там должны были быть. Ну не на даче же их хранить, а? Галя, не могла ваша мама куда-нибудь уехать? Ну там, к подругам, к родственникам? Нет. Ей незачем и не с кем, и некуда было ехать. Только если ее похитили. Она же должна была мне помочь. Как же она так могла взять и исчезнуть? Вы знаете, какие у меня проблемы? Ну ладно, пойдемте-ка в дом. Да, я внимательно слушаю. Детективу Лукину позвонил знакомый эксперт и сообщил о результатах исследования крови. Я же рассчитывала на маму. Я думала, что она мне поможет. И деньги мне сейчас нужны. Слушай, мама тебе и так достаточно помогает. И тебя содержит, и твоего мужа студента. И вообще зачем тебе еще деньги-то? Как зачем деньги? А ты что, не знаешь, Гена? Мать тебе не говорила? К детективам обратился Геннадий Рябинин. Пропала его мать, Маргарита Витальевна Рябинина. Не так давно она вышла на пенсию и постоянно проживала на даче. А несколько дней назад она продала свою дорогую машину, после чего исчезла. Я же беременна. Чего? Ты что, совсем спятила, что ли? Ты что, собирайся рожать, что ли? Ну а что ты мне прикажешь сделать? Да, у нас будет ребенок. Только как же я теперь без мамы? Слушай, ты на маму-то особо не рассчитывай. Понятно тебе? Лена в положении. Вот-вот родит. И мама будет сидеть с внуком. Интересное кино. А у меня не внук. Мы еще посмотрим, с кем мама сидеть будет. Только бы она жива осталась. Да, мне здесь только что сообщили. Это собачья кровь. Ваша мама была собак? Нет. Это моя собака. А что с ней? Ваша? Ну да, я как о беременности узнала, тут же перевезла ее сюда, ну к матери. У меня же токсикоз, и вдруг это для ребенка вредно. А вы можете сказать, это кровь вот этой собаки, или другой какой-то? Сомневаюсь, что это возможно. Эй, погодите, с собакой-то. Кот. Где мой кот? Ты его в квартире видела, ну? Нет, там твоего противного кота. А вы что, своего кота тоже маме привезли? Ну конечно, как иначе? Ну у меня жена забеременела, у нее открылась аллергия на кошачью шерсть. Когда малыш появится, куда нам этого кота девать-то? Конечно, к маме. Я же просила ее, ну просила ее за Динкой хорошо присмотреть. Спасибо вам большое, спасибо. Анна и Николай обошли соседние дачи, но почти все они оказались пустыни. Ну эта женщина говорит, что они с мужем приехали одним днем, просто убраться, собрать вещи, и сегодня уже уезжают. Так что что происходит у Рябининых, она не в курсе. Ну это логично, скоро же зима, вот все и разъезжаются. А еще она мне сказала, что Рябинина дружит с неким Михаилом, он живет через дом от нее. Ты там был? Нет. Коль, а ты чем вообще занят? Ну ты же не догадалась, зайти в социальную сеть. А я зашел, знаешь, кого там нашел? Ну кого? Маргариту Рябинину. И у нее куча народов друзья. А дети говорят, что она, кроме Ник, ни с кем не общается. Это сейчас чертовски важно. Да. Давай лучше навестим Михаила, ладно? Давай. Ну пойдем. Пойдем. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы Михаил? Ну я, а в чем дело? Мы разыскиваем вашу соседку, Маргариту Рябинину. Вы знаете такую? Риту, ну конечно знаю. А что случилось? Ну, пока ничего не случилось, просто ее дети не могут найти. А мы им помогаем. А нам сказали, что вы с ней вроде как дружите. Дружим? Ну, можно и так сказать. Вообще-то мы в этом поселке самые большие друзья с Ритой. Остальные так соседствуют. А что значит не можем найти? Да нет ее нигде. Ни дома, ни на даче. Ну, вообще-то я с ней в последнее время несколько дней не общался. Ну, честно говоря, у меня задача. Михаил рассказал, что в последнее время они с Ритой регулярно помогали одному немощному старику. Прозорову Андрею Павловичу. А на прошлой неделе появился его внук и устроил Рите скандал. Оказывается, он собирался отправить деда в дом престарелых, а участок присвоить. Но Рита вмешалась. Ну, ничего себе. Да, так этот Виталий, так его, кажется, зовут. Чуть не избил ее, угрожал дом спалить. Так а почему полицию-то не вызвали? Да тут ее бесполезно вызывать. Один участковый на три поселка. Но Рита собиралась ему сообщить. Ой, не дай бог, у нее с этим Виталием конфликт вышел. Вы меня извините, если у вас все, я продолжу. Да, конечно. Спасибо. Спасибо. Узнав о конфликте Риты и Виталия, детектив Лукин решил поговорить с ним. И они вместе с Николаем отправились во двор дома Прозорова. Кто такие, что надо? Добрый день. Скажите, Андрей Павлович Прозоров здесь живет? Что надо, я спрашиваю. Так поговорить хотел. О соседке вашей, Маргарите Витальне. Сейчас я с тобой поговорю. А ну пошел, козел. Успокойся, 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 успокойся. Опусти меня. Все, хорош. Все. Успокоился? Успокоился. Пойдем поговорим. Пойдем. Виталий, в вашем дачном поселке человек пропал. С крупной суммой денег. А у вас, между прочим, с ним накануне скандал вышел. Вот я сейчас полицию вызову, они приедут, будут по-другому разговаривать. Понимаешь меня? Понимаю, понимаю. Что надо-то? Другой разговор. Ну, рассказывай, из-за чего конфликт с соседями? С соседями? Родственника моего престарелого окучивают. Ясно? Чтобы дом отобрать. А я против, это мое. Ну, а с чего ты решил, что они хотят дом отобрать? А я что, ничего не вижу, что ли? Дурак, да? Приходит, кормит, жрачку за свой счет приносит. Так просто, что ли? Ну, конечно. Такие вещи просто так не делают, что ли? Коль, ты дома смотри. А позавчера Маргарита Витальевна приходила? Вы с ней поругались, скандал был, да? Не, не позавчера, не вчера, ни меня, ни деда здесь не было. Мы в город ездили. По какой нужде? К нотариусу, можешь проверить. Удачно съездили. Не твое дело. А только не было меня здесь. Проверять будешь? Визитка вон на телевизоре лежит. Ясно? И вообще, давайте валите отсюда. Игорь Петрович, дедушка спит, а дома больше никого нет. Ну ладно. Ох, смотри, Виталий, доиграешься. Ну ладно, пошли. Вернувшись в город, Лукин позвонил нотариусу. Слова Виталия Прозорова подтвердились. Спасибо. Ну вот теперь понятно, почему Виталий нервничал. Нотариус пригрозился на него в полицию заявить. Это за что? За то, что он хочет деду в дом престарелых оправить, что ли? Нет, это, к сожалению, не наказуемо. Просто сначала Виталий чуть ли не силком заставлял деда подписать на себя дарственную. А когда дед отказался, предложил нотариусу взятку. Так у него ничего не получилось? Ну отлично, теперь он волей-неволей будет ухаживать за дедом. Так сказать, в ожидании наследства. Вот именно что, в ожидании. Надо бы эту ситуацию обрисовать местному участковому. Пусть присмотрит за дедом. О, кажется, Аня пришла. Ну что, в квартире что-нибудь нашла? Да нашла. Только хотела сначала все разложить, а потом вам рассказать, как положено. Давай рассказывай сразу. Вот, флешка с телефонами подруг Маргариты. Она, видимо, копировала с телефона какие-то контакты, чтобы не потерять. Но подругам я пока не звонила. Ага, что еще? Вот фотография. Она лежала в книге в качестве закладки на столе Маргариты. А кто это? Что дочь говорит? Ну, дочь говорит, что она после выхода на пенсию больше ни с кем не общалась. Предположила, что это старая фотка. Видимо, кто-то сработает. Погодите, так этот фильм в кинотеатре шел месяц назад. Ничего себе дочечка выросла. Ничего про родную мать не знает, кроме того, что у нее должны быть деньги. Да? Так. Ошибки быть не может, это точно? Спасибо большое. Ну вот, попросил знакомых из ГИБДД проверить информацию на машину. Так вот, вчера машина была остановлена для проверки документов на пятом километре восточного шоссе, как раз по дороге на дачу. Вчера? Ну, Игорь Петрович. Ну, не спешите, вы с выводами. Знаете, кто сидел за рулем? Михаил Левицкий, сосед. Предъявил купчину на машину. Да, Михаил, а почему он об этом ничего не сказал? И мы машину никакой не видели? Может, он отправил ее на задний двор, чтобы соседи не видели? Ну что ж, Ань, тогда занимайся субсетями, озванивай подруг, а мы стоим на даче, проверим этого Левицкого. Сделаю. Геннадий? Да, я здесь. Геннадий, а где ваш сосед Михаил Левицкий? Да вот, только что приехал. И знаете на чем? На машине моей матери. А знаете, что еще? Он привез целую, целую машину покупок. И самое интересное, знаете, что он привез газонокосилку. Вот зачем ему газонокосилка зимой? Зачем? Ну почему он вообще на машине моей матери? Да вы успокойтесь. Сейчас схожу к нему, разберемся. Может, он купил ее у вашей матери? Купил? За какие деньги он ее мог купить? Знаете, что я еще вспомнил? Я вспомнил, правда. Они в контракт с матерью были, знаете, из-за чего? Из-за того, что она постоянно своим внедорожником портила его газон. Вот так вот. Да мы разберемся. Вы к нему? Даня, что там у тебя? Игорь Петрович, ну я обзвонила всех подруг Маргариты, никто про нее ничего не знает. Но единственное, что я узнала, что у нее есть лучшая подруга, Тамара Лазутина, 50 лет, разведена, детей нет. А ты ее нашла? Да она трубку не берет. Я заезжала к ней домой, дома ее тоже нет. Но я узнала, что она работает в том же банке, где работала Маргарита. Туда я дозвонилась. И? Мне сказали, что она взяла отпуск за свой счет еще бы со вчера утром. Я написала ей смс, что мне надо срочно с ней поговорить по поводу Маргариты. Но пока глухо. Ой, Игорь Петрович, извините, мне смс-ка пришла. Алло, это Лазутина. Она пишет, что в роуминге, за границей, разговаривать дорого, перезвонит сама. А мужчину, который на фотографии нашла? Нет, Игорь Петрович, у меня времени не было. Сейчас займусь. Детективом обратился Геннадий Рябинин. Пропала его мать Маргарита Рябинина. За несколько дней до исчезновения она продала свою машину, но денег обнаружить не удалось. Более того, лучшая подруга Риты, Тамара Лазутина, тоже вне доступа. Как же я долго ждал скидку на тебя, моя красавица. Добрый вечер, Михаил. Добрый вечер. Скажите, а откуда у вас машина Маргарита? Как откуда? Купил. Ровно полтора миллиона, пятитысячными заплатил. Послушайте, вы когда утром приезжали, я был убежден, что вы в курсе. Почему вы думаете, что мы должны об этом знать? Ну, хотя бы потому, что об этом прекрасно знал ее сын. Рита при мне разговаривала по телефону и говорила, что продаст машину именно мне. Герт, Евгений на мать настолько наплевает, что он мог и забыть. Слышал звон? А где, не помнит. А я могу посмотреть документы на сделку? Конечно. Вот, пожалуйста. А почему мы днем машину не видели? Да я на минутку заезжал, за забором на стоянке поставил. У нас тут, если без груза приезжаешь, через дырку в заборе до меня одна минута пешком. А деньги я давно копил на машину. С документами все в порядке. А вы этого Виталия видели? Разговаривали с ним? Разговаривали. Виталий тип неприятный, но он здесь ни при чем. Михаил, а вы-то где были, когда исчезла Маргарита? Как где? То здесь, то в городе. А любви у меня нет. Но я вам так скажу. Вы на меня зря времени тратьте. Вы лучше Риту ищите. Она просто так пропасть не могла. Ищите Риту, ищите, пожалуйста. Прошу вас. А, извините. У меня к вам большая просьба. Вы не могли бы мне, я Ритке давал секатор, вы не могли бы посмотреть его там? Не хочу с Генкой разговаривать. Не принесете? А где он лежит? Ну, в этом, в ящике для инструментов, в прихожей. Она там всякую-всячину хранит. Посмотрите, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. О, это мистикатор? Похоже, он. Пойду отнесу тогда. Угу. Коль, подожди. Геннадий. Деньги. Полтора миллиона. Как раз деньги за машину. Нифига себе. Мы с Галькой всю квартиру перерыли, дачу всю. А мать их хранила, а, с каким-то хламом. А тайник оказался надежным. Да уж. Я бы никогда не догадался там искать. Погодите, а если деньги на месте, а где мать тогда? Кот, кот мой где? Вообще, что за фигня-то происходит, а? Геннадий, давайте до утра потерпим, а? А деньги я пока положу в свой сейф, если вы не возражаетесь. Ну что, давайте подведем итоги. Итак, деньги мы нашли. А кто подозреваемый? Кстати, я нашла кое-что интересное в соцсетях Рябининой. Того мужика сфоток? Нет, кое-что поинтереснее. Ну-ка, ну-ка. Так. Вот. Узнаете? Так вы же эту сережку на даче Рябининой нашли. Точно. Выходит, эта сережка Лазутиной. Значит, Лазутина была на даче Рябининой, причем незадолго до ее исчезновения. Ведь у Рябининой везде порядочек. Если бы она убиралась, она бы сережку на полу нашла. А еще мне помогли установить локализацию звонков Лазутиной. Так она же за границей в Роунбурге. Нет, в том-то и дело. Она не за границей. Она в Москве или где-то рядом. Вот оно как. Значит так, завтра с утра займемся поисками Лазутины. А сейчас все свободны. Хорошо. Игорь Лукину удалось дозвониться до Тамары Лазутины. И вскоре детективы приехали в подмосковный поселок. Это я вам звонил. Ой, извините, я вас к себе в дом не приглашаю. У меня-то тетя очень болеет, и поэтому я даже сюда переехала. Вы что-то хотели? Дело в том, что я разыскиваю Маргариту Рябинину. Ну, по просьбе ее детей. А вы же ее лучшая подруга. Вот я решил с вами поговорить. Да вы ответьте, ответьте. Да это... Потом. А про Литту я ровным счетом ничего не знаю. Вот уверяю вас. Да вы так нервничаете вы. Да я... Просто вы последний человек, который разговаривал с Маргаритой. Вот я и решил. Чего вы взяли-то? Да я вообще Ритку видела. Да я вообще месяц назад с ней разговаривала. И вообще, извините, я все-таки пойду. Мне надо. Ну, хорошо. Извините. Тетушка у нее болеет. Да? Уж нет ли тетушка? Бодрая старушка. Ух ты. И здесь такса, а? Ну, мало ли нас эти таксы. Игорь Кетрович, Тамара из зоны прослушивания вылетает. Да? Поехали за ней. Саша! Саша! Мы должны это все закончить. И как можно скорее. Нам нужно торопиться. Да не волнуйся. Ну, как не волноваться? Я уже вся передергалась. Этот кто-то нанял детектива. Понимаешь, ужас. Успокойся. Все будет хорошо. Хорошо? Это какой-то детектив. Как в каком-то боевике. А если полиция? А если нас задержат? Да за что? С ума сошла? Не знаю. Телефон-то я у нее реально отняла? Так. Я уже выбрал тур. Ну, чтобы поскорее уехать. Ну, и подальше. И чтобы я в этом вообще ни в чем не была повинна. Мне уже своих дел по горло хватает. Впаде того, что я уже этих добрых зверюшек приютила. А это они. Это он кому, Маша? Нам, что ли? Похоже, спалились мы. Ладно, сиди здесь. Привет, коллега. Добрый день. Я 35 лет в Уголовке. А вы талант. Раз сумели нас здесь отыскать. Спасибо на добром слове, конечно, только... Он все испортит, Саш. Вы все испортите, понимаете? Где Маргарита Витальевна? Тут, в доме. Нас в Москве в отель с собакой и котом жить не пустили. Вот ей и пришлось ночевать с ними тут, у Тамарочки. И, чтобы вы понимали, я Риту очень люблю. Честно говоря, я не совсем все понимаю. Зачем понадобилось похищать Маргариту Витальевну? Да никто ее не похищал. Просто она по своей воле от своих детишек никогда бы не уехала. Мы ей просто сказали, что поедем за грибами. А по дороге все объяснили. Она согласилась. На что согласилась-то? А, замуж за раз выйти согласилась? Да нет. Пока только поехать со мною в круиз. Понимаете, это долгая история. Я давно люблю Риту. Меня с ней познакомила Тамара еще лет пять назад. Саша мой двоюродный брат. Да. Я сразу в Риту влюбился. Но ей все время было не до меня. Все время отнимали дети. Поэтому я так долго ждал. А сейчас я решил, все, хватит. Надо осуществить мечту любимой женщины. А мечта у нее была одна. Увидеть мир. Ладно уж, пойдемте. Покажу вашу пропажу. Садитесь в машину. А, идем. Привет. Привет. Вот смотри. Надеюсь, это то, что ты хотела. Едем сегодня вечером. Все, все, все. Прямо вечером? Да. А как же... Не, ну а как же дети? Ну... Если вы ей сейчас скажете, что вы за ней приехали, она сейчас сорвется и поедет к своим золотушным детям. Они опять сядут ей на шею и поедут. И не будет у нее никакой личной жизни. Она и так всю жизнь на них положила. Мать для них это просто способ решения их проблем. Пойдемте. Здравствуйте. Здравствуйте. Маргарита Витальевна. Здравствуйте. Ритуль, знакомься. Частный детектив Игорь Петрович. Тебя искать приехал. Ну вот. Я же говорила, что Галя и Гена будут волноваться. Нет, так нельзя. Мне нужно к детям. Это нехорошая идея. Между прочим, у ваших друзей идей получше. Ну, знаете, позвольте мне самой решать, что у меня лучше. Галка беременная. Лена тоже. Гена без работы. Да твой Гена всю жизнь без работы. Ты что, его хочешь на пенсии содержать, да? Так не будет у него пенсии. Пожизненно ты его будешь содержать, понимаешь? Потому что твой Гена не может работу себе по статусу найти. Твой Гена. Тома, успокойся. Что-то разошлась. Да, ты во многом права. Я знаю, но это же мои дети. А мне кажется, ваш отъезд только на пользу пойдет вашим детям. Им уже пора становиться самостоятельно. Ну, дай. Вы тоже так считаете? Ну, ладно. Том, ну ты посмотришь за Динкой и Гаврилой? Посмотри. И отдай же телефон-то мне. Не отдам. На обратном пути вместе с животными и заберешь. Сейчас давайте, идите за чемоданами и отсюда. Давайте, давайте, катитесь. Все-таки ты упрямый, как осел. Пойдем вещи собирать. Я сейчас такси вызываю и все, поедем. Угу. Давай. Спасибо большое, что уговорили Ритку. Спасибо. До свидания. Ну, и чем дело закончилось? В кругосветном путешествии. Маргарита Витальевна благополучно уехала в долгое кругосветное путешествие, о котором мечтала всю жизнь. Аккорд, да? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Да в том-то и дело, что ему. Только вот он себя не раскрыл и призовой фонд остался целым. Какая-то странно. А по голосу нельзя было определить, кто это? Он говорил через планшет, через специальную компьютерную прогу. У меня видео есть. Я попросила Рому заснять нас вместе с палачом. Сейчас покажу. Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Да, просторный костюмчик. Планшет, который голос и занял даже не видно. Я его еще и целовала. Ужас. Пойдемте. Вот, проходите. Садитесь. А вы родителям рассказали о том, что произошло? Маме сказал. Но ведь сначала вы Арине сказали, что видели, как Надя упала. Да нет же. Я просто сказал, что Надя упала. Я сам за скорой побежал, а она сама все додумала. Я додумала? Я не хочу сказать, что ты специально это сделала. Ты просто меня не поняла. Я сам был в шоке, я ничего не понял. Я ничего не додумала. А я могу эту лестницу осмотреть? Да. Конечно. Пойдемте. Я догоню. О, здравствуйте. Как хорошо, что я вас застал. Мне когда Роман сказал, что Надину смерть будут расследовать детективы, я сразу сюда сорвался. Надеюсь, смогу вам помочь. Почему именно вы? Вы видели, как все произошло? Я с Надей... Мы с Надей... Я не видел, как все произошло, но я думаю, лишний порог вам не помешает. Хорошо, хоть голову не предлагает. А где вы были, когда Надя упала? За кофтой ходил. Мы с Надей на втором этаже на балконе стояли, воздухом дышали. Надя замерзла. Я за одеждой пошел. Кофту долго искал, видно, Надя меня не дождалась и решила сама спуститься. Зря я ее одну оставил. Не вини себя. А где вы кофту искали? В прихожей. Где же еще? Да, он из прихожей с кофтой вернулся, когда мы с Ромой уже всех позвали. Я себе простить не могу, что оставил ее там одну. Я... Мы начали встречаться недавно. Я сначала учебы на нее запал, но более-менее складываться началось только вот сейчас. Мне кошмары начали сниться. В толпе ее вижу. Постоянно. Родители ее даже в другой город забрали хранить и попрощаться не дали. Я не верю. Просто не верю. Но мы сделаем все возможное, чтобы найти виновных, если они есть. Спасибо. Мы поедем. Как успехи, Алексей Викторович? Ну что, выяснилось, что на вечеринке палач был в красном костюме. Надо выяснить, кто это был. Хотя, по идее, любой Надин недоброжелатель мог узнать про вечеринку и пробраться в дом. А как же Роман? Что Роман? Так он же соврал в полиции, что видел, как упала Надя. А что, если это он ее толкнул? Да я не думаю. Он же не сразу сказал о Рене, что Надя упала. Видно, что он сочинял на ходу. Ну, видно, не хотел лишнего шума, хотел дом не светить. А мать его вообще могла не знать, что в доме вечеринка. Думаете, он наврал, что сообщил матери? Думаю, да. Где же мы теперь будем искать этого таинственного палача? Надо будет обзвание проката костюмов. Я думаю, именно там он разжился костюмчиком. Сейчас столько этих прокатов костюмов, что… Да ладно тебе. Я думаю, что не в каждом прокате есть костюм палача. Так что найдем. Хотя, да. Опа! Наконец-то я нашел такое же, как на видео, смотри. Остальные были все другого фасона. Да-да, я тоже нашла. Смотри. О, да. Такой же, как у меня. Вот засада. Слушай, а как я сразу не подумала. Помнишь, на видео Арина целовала палача? Ну? Ну так у нее красная помада была. Наверняка такая не отстирывается. Ты думаешь, след остался? Уверена. Ну-ка. У меня ничего. Да и у меня тоже. Ну тогда нужно искать дальше. Да мы вообще что-нибудь найдем. Ну, не знаю. Если костюм в химчистку не сдали, то найдем. А вообще красная на красном не слишком заметно. Наверняка могли не увидеть. Это знаешь, как все равно что искать черную кошку в черной комнате, если ее вообще там нет. У тебя есть другие предложения? Вот и не умничай. Поехали. По просьбе Арины Самойловой детектив Алексей Насонов с помощниками расследует обстоятельства смерти студентки Надежды Решетиловой. Девушку нашли во время вечеринки у лестницы с переломанным позвоночником. Подозрение падает на человека в костюме палача, которого так и не смогли опознать однокурсники Надю. Тем временем в офис с детективом пришла взволнованная Арина. Я хочу отказаться от расследования. Пожалуйста, не надо ничего выяснять больше. А что случилось? Ничего. Ничего не случилось. Ну что, мне больше всех нужно, что ли? Даже на день родителей считают, что это был несчастный случай. А я что? Арина, Арина, вы подождите. Я вижу, что вы сейчас сильно взволнованы. Но, может быть, вы объясните, что произошло? Я просто не хочу лезть в чужие дела. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Палач придет не за тобой. Вот вы поэтому решили отказаться от расследования? Мне днем пришло письмо по электронной почте. Написали, чтобы я отказалась от этого расследования. Иначе я буду следующей после Нади. Что мне делать? Мне страшно. Вы в любом случае не переживайте. Мы найдем преступника. Ну что, кто ищет, тот всегда найдет. Ты номер-то узнала? Да узнала, узнала. Вон смотри, видишь помада? Ага. Так, сейчас будем звонить. Ух ты. Абонент временно недоступен. Недоступен. Наверняка номер не активно оставил, чтобы не вычислили. Так, смотрим дальше. О! Смотри-ка, а это что такое? Вторник, анатомия зачеркнута, фармакология. Четверг, экология. Пятница, биохимия. Слушай, это похоже на замену пар. Да, в прокате мне сказали, что костюм брали 8-го числа этого месяца. Ну так это как раз в день вечеринки же. Ну да, и больше его никто не брал. Вот нам повезло. Ну будем надеяться, что записка принадлежит настоящему убийце. Ну да, как раз во время вечеринки могли позвонить и сказать о замене. Алло, да, Алексей Ветрович? Ага, хорошо, понял. Шеф звонил и сказал, что клиентка в офисе и ей очень нужна наша помощь. Поехали. Да. Здрасте. Простите, это снова я, извините. Я домой сейчас возвращалась. Захожу в подъезд, а там, там стоит этот, кто-то в костюме палача. И сразу выбежала из подъезда, а он, он рванул за мной и потом остановился. Я не знаю, может передумал. Как мне теперь домой возвращаться? Коль, ты, наверное, еще не в курсе. Арина получила электронное письмо с угрозами. Потом был звонок тоже с угрозами. Теперь вот эта история. А по IP смотрели? Письмо из компьютерного клуба, звонок из автомата. Арина, вы не переживайте, мы обязательно найдем этого палача. Обещаете? Конечно, давайте, я вас провожу до дома. Да не бойтесь, пойдемте. Вот и пришли. Не понимаю, кому это нужно, что за маньяк такой. Слушай, а мне кажется, это не маньяк, а вполне себе трезвый расчет. Вон! Стоять! Ну что, попался маньяк? Ты? Ты знаешь его, что ли? Это мой брат Андрей. Да я просто пошутил. Розыгрыш, шутки. Ясно! Полиция тоже сам расскажет, да? Да он решил мне отомстить за то, что я его родителям сдала, когда они с друзьями бухла накупили. А кто тебя просил, стукачка? Детский сад какой-то, ну вы... На! В общем, письма с угрозами нашей клиентки отправлял Андрей. Следовательно, настоящий убийца на свободе. Ну, может быть, Наташе сейчас удастся что-нибудь выяснить? О! Легка на помине. Как дела, Наташа? Съездила я в мединститут, узнала, в какой группе были эти замены пар. Будущие терапевты, между прочим. Второкурсники. А самого студента нашли? Нашли. Староста опознал своего одногруппника по почерку. Говорит, его зовут Евгений. Правда, самого Евгения я не видела. Староста сказал, что он уже две недели в институте не появляется. Ну, значит, надо к нему навязаться. Фотографию прислал как раз. Вот он, Евгений. Сосед Евгения сказал Алексею Насонову, что видел его на пробежке. Детектив решил дождаться Евгения возле его дома. А я сейчас на детективе о тебе справки наводил. Мы можем поговорить? Ого, конечно. А чем могу помочь? Я занимаюсь расследием убийства Надежды Решетиловой. Наде? А про чем тут убийство? Вы ничего не путаете? Значит, знаешь. Дело в том, что Надежда Решетилова скончалась по дороге в больницу. Ну, после того, как ее столкнули с лестницей в доме ее однокурсника Романа на вечеринке. Да этого не может быть. Ну, ты же там тоже был, только хорошо замаскировался. Я был, а откуда вы... Подождите, я был, но Надя... Я не знал, что Надя умерла. Ну, и значит, ты ее не убивал, да? Я? Да нет, конечно. Я любил Надю, мы любили друг друга. У нас в последнее время что-то пошло не так, и я хотел выяснить, в чем причина. Только поэтому и пошел на эту тусовку. Ну что, увидел ты там то, что хотел? Да лучше бы не видел. Слушай, а когда ты уже с этим своим расстанешься? Как его? Не знаю. Это все так сложно. Что сложного-то? Скажи, что не любишь, и все. Где лофт? Понимаешь? Женька, он мне жизнь спас. Я же тебе уже говорила об этом. Если бы не он, я сейчас лежала бы на дне озера. Нет. Ты бы уже всплыла. Ну и шутки у тебя дурацкие. Есть маленько. Женька меня так любит. Он всегда мне говорил, что он однолюб. И что если я его брошу, он этого не переживет. Я чувствую себя такой дряниной. Да не парься ты. Ты что, над ним всю жизнь будешь трястись, я не пойму? Скажи, что ошиблась, ну с кем не бывает. Надо следовать зову сердца. Ну ты же хочешь быть со мной? Ну? Хочешь? Ну вот и все. Бросай, не парься, не мучайся. Слушай, я тут одну спаленку приметил. Закрывается. Пошли? Ну пойдем, пойдем. Пошли. Думал приеду домой и не знаю, что с тобой сделаю. Ну а что, что в прокате мертвый номер телефона оставил? Лекции почему пропускал? Не сходится что-то? Ну а вы в молодости лекции не пропускали. И номер я свой оставил, не знаю, может записали неправильно. Ну так любимой девушке ни разу не позвонил. Я решил, ей не надоедать. Раз я ей так мешаю. Да этот Влад, он ее не любит. Он бы ее поматросил и бросил. Побежал бы за очередным зовом сердца. А я любил ее. Она все для меня. Ладно, проверим. Я вас очень прошу, найдите того, кто это сделал. Детектив Алексей Насонов решил еще раз поговорить с Владом, чтобы подтвердить или опровергнуть слова Евгения. Влад сообщил, что он в доме Романа. Скорее, они поубивают друг друга. Стоять! Ты должен был следить за ней! Как ты мог ее бросить? Ты что, псих чертов? Это ты ее убил, олень! А что происходит-то? Девять дней у Нади. Все разошлись, а мы остались Роману помочь с уборкой. А тут этот конь нарисовался. Евгений, какой ты шустрый-то, а? Мы еще не успеем сюда приехать, а ты уже здесь как так? А я что, должен съесть ложа руки? Ничего не делать? Ну, мордобоем проблему тоже не решишь. Я пойду умоюсь. Да. Алексей Викторович, мы проверили запись звонков из службы такси. Евгений действительно вызывал машину. И действительно звонил с улицы. Дай-ка трубочку. Алексей Викторович, на записи отчетливо слышно приезжающие мимо машины. И сирена скорой помощи. А в момент падения Нади Евгений находился точно вне дома. Поэтому эта версия мимо. Да, я понял. Я могу идти? Да, конечно. Только ты пойми, что тебе с этим придется как-то жить. Арина, в костюме палача был Евгений. Но убийца не он. Это однозначно. Постарайся, пожалуйста, вспомнить, кто еще был в тот вечер в красной одежде. По просьбе Арины Самойловой детективы расследуют обстоятельства смерти Надежды Решетиловой. Под таинственным костюмом палача оказался бывший молодой человек Нади Евгений Арестов. У детективов есть все основания полагать, что мотивом убийства могла стать ревность Евгения. Однако парень оказывается невиновным. Ну, даже не знаю. А, подождите. Олеся же была в красном платье. Я так зациклилась на этом палаче, что даже не подумала про нее. А Олеся это кто? Это однокурсница Влада. Она, кстати, в него была влюблена. И бегала за ним. А он Надю выбрал. Она же могла ее из ревности убить, да? Ну, а она могла не хотеть ее убить. Если у нее была цель увести Влада, она могла только искалечить Надю. Ну, да. Олеся надо проверять. А давайте прямо сейчас. Она живет в этом же коттеджном поселке. Дай мне ей телефон. Присаживайтесь. Спасибо. Скажите, пожалуйста, где вы были в тот момент, когда Надя упала? Это потому, что я в красном платье была на вечеринке. Я вообще не поднималась на второй этаж. Нет, это потому, что вас никто не видел в момент падения. Я была в туалете. На втором этаже тоже есть туалет? А я была в туалете на первом. Какие отношения с Надей были? Нормальные были отношения. А с Владом? С кем? Ну, с Владом. Ну, он мне нравился раньше. Да я про него уже забыла. Он игроман. Он все бабки на карты спускает. Зачем мне такое счастье? А я могу осмотреть платье, в котором были на вечеринке? Да ради Бога. Только быстрее мне уходить надо скоро. Сейчас принесу. А я вот витаминчиков купил. Ну, молодец. Лови. Спасибо. Как там успехи? В общем, Арина написала адрес Олесе в электронной сети. И я решила поискать ее по этому нику. И? В общем, это Олеся та еще стерва. Я нашла ее электронный дневник в сети. В общем, она и раньше разные слухи про Надю распускала, что там, мол, в эскорте работает. А в последней записи она написала, сегодня есть шанс устранить все препятствия. Это когда она написала? Как раз перед вечеринкой. Интересно. А сейчас еще интереснее будет. Алексей Викторович звонил. Сказал, что он установил камеру в квартире Олесе. Велел наблюдать. Смотри. Ну, и чего ты меня звала? Ну, я соскучилась? Мне по барабану. Не унижайся. Ну, почему? По кочину. Ну, Наде уже нет. Ну, кто теперь мешает? Нет, ты что дальше? Это ничего не меняет. Это меня интересно, Олеся. Козел! А Олеся явно приврала, сказав, что Влад ей больше не интересен. А пацан молодец. Не ведется. Здравствуйте, Алексей Викторович. Спасибо вам большое, что приехали. Я попросила Рому позвонить вам. Дело в том, что у нас пропали деньги. 300 тысяч рублей. А когда пропали? Не знаю. Наверное, на этой вечеринке, будь она неладная. Невероятно. Собрал полный дом гостей и даже не предупредил. Я бы хотя бы деньги спрятала. Можно подумать, ты бы разрешила, если бы я предупредил. Я приезжаю с отдыха, а денег нет. Я к Роме думала, что он взял, а он говорит, что не брал. И тут выясняется, что была какая-то вечеринка. О том, что в вашем доме погибла молодая девушка, вы тоже только сейчас узнали? Разумеется. Он же мне даже сообщить не удосужился. А зачем тебе отдых-то портить? А еще ты соврал, что Надя сама упала. Я просто не хотел, чтобы мама узнала. Что? Рома? Да что Рома? Что Рома? Я думал, она сама там грохнулась. Кому нафиг вообще ее убивать нужно было? Как ты выражаешься? Может быть, это надо тому, кто деньги взял? Возможно, Надя видела вора. Покажите мне, пожалуйста, где деньги лежали. Пожалуйста, проходите в спальню. Вот здесь лежали деньги в коробке. Видите? А это что такое? Поразительно. Я ее сегодня все утро искала. Как она сюда попала? То есть эта вещь обычно здесь не лежит? Нет, конечно. Я не могла ее сюда положить. А вот эта вот ваша? Нет. Это не мое. Где-то я такие сразу уже видел. Ну и зачем же ты Олеся обманывала, что Влад тебе не интересен, а сама вешалась ему на шею? С чего вы взяли? Ну, Влад рассказывал, как ты его в гости звала. Не ваше дело. Дело-то как раз мое. Сначала ты распространяла слухи про Надю, потом она падает с лестницы. Потом ты говоришь, что Влад тебе не интересен, а сама его начинаешь обхаживать. Ну, в общем-то, устранила все препятствия, которых ты писала в своем дневнике. Откуда вы? И на втором этаже в доме Романа, конечно же, ты не была. А камушек из твоих часов оказался там, ну, совершенно случайно. Ладно, я была на втором этаже. Замечательно. Жду дальнейших признаний. В тот вечер я собиралась переспать с Владом. Я об этом писала. И у меня получилось. Мы с ним закрылись в спальне на втором этаже. Просто я надеялась, что после этого наши отношения, они начнут развиваться. Ну, Влад, он… А Влад так не думал? Да. Я думала то, что смерть Нади сыграет мне на руку. Ну, я не вижу смысла притворяться то, что я по ней плачу. Ну, а Влад, он, наоборот, отморозился, как будто между нами не было ничего. Ну, а что ж ты сразу это все не рассказала? Ну, а что я дура? Во-первых, все знают то, что я Надьку ненавидела. Потом я на вечеринке была в красном платье. Если бы я еще сказала то, что я с ее парнем этот вечер переспала, все бы точно на меня подумали. Вот вы уже подумали. Ох, Олеся, врала бы ты поменьше. А так это выглядит более подозрительно, чем твое красное платье. Значит так, следующий вопрос. Детектив Насонов вернулся в офис и рассказал помощникам о своем визите к Олесе. На месте преступления она точно была, но к самому преступлению отношения она, скорее всего, никакого не имеет. Если Олесе не врет, то Влад не такой уж безутешный Ромео. Ну, да. А еще я вытянул из Олеси, что Влад открывал шкаф и доставал оттуда чистую простыню. То есть он мог видеть деньги. А потом он вполне мог вернуться и забрать эти деньги. А Надя могла это увидеть. Ну, если Олеся сказала правду насчет азартных игр, то все складывается. На игроки еще не на то способны. Да, это все хорошо, но вот никаких доказательств против Влада у нас нет. Тем более, что сама клиентка говорила, что она видела, как Влад выходил из прихожей с кофтой. Так он запросто мог спуститься через балкон и зайти в дверь. Пустяковое дело. Ну, скорее всего, так оно и было. Есть у меня одна идея. Помните, Алексей Викторович, Влад говорил, что его мучают кошмары о Наде? И? Коль, у Влада старенький автомобиль. Ты не мог бы его вскрыть? Ну, если надо для дела, то... Предлагаю психическую атаку. Наташ, ну ты меня пугаешь своими инициативами. Какой? А! Это что такое? Это кто? Ну, и к Наде, которую ты столкнул с лестницей, прикрываясь вот этой шалю. Ну, после того, как украл с парней Романа 300 тысяч. Что за фигня? Ничего я не брал. А это вообще первый раз вижу. Ну да, мы нашли парня, которому ты был должен 300 тысяч, а теперь их вернул. А на этой шале твои потужировые следы. Да я не мог позволить, чтобы Надя все рассказала. Она бы только сделала хуже. Да мне его башку за долги оторвали. Надь, Надь, да ты чё? Ты чё делаешь вообще? А чё? Да глянь. Ты посмотри. В Талант на каникулах слетаем, а? Да тут такая суета, что никто ничего не заметит. Да и не докажет потом никто. Вон какой-то левый палач пришёл. Наверняка на него все и подумают. Да это серьёзно сейчас? Серьёзно? Это же Роминых родителей деньги. Ты знаешь, как ему от матери потом улетит? Не последний. Влад, не говори так. Надь! Да я пошутил. Успокойся, пошутил я. Чё, повелась? Сейчас назад всё отнесу. Подожди меня, сейчас вместе спустимся. А-а-а! А-а-а-а! Да, вот до чего доводит игромания. Я... я не понимал, что делаю. И я больше не буду играть, клянусь. Конечно, не будешь. В тюрьме же нет казино. И я еду признаваться. Ну да. А мы тебя проводим. Владислав Береговой был осуждён на 10 лет лишения свободы. Поехали. Ну да. ПОДПИШИСЬ! БОЛЬНЫЕ КАРМЕРСЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В агентство обратился бизнесмен Борис Орехов с просьбой найти того, кто пытался его убить. Чудо меня спасло. Чудо. В тот день как раз снотворный у меня закончился. Я забыл купить. Кхе-кхе-кхе. Да тебе воды. Так вот, сплю я, но не крепко. И тут вдруг так тяжело дышать стало. И чувствую в воздухе запах миндаля. Еле выбрался из квартиры. И в обморок. Там меня соседка на лестнице и нашла. И что же стала причиной вашего такого состояния? Не поверите, синильная кислота разлили на полу. Жуткая вещь. Ведь это же кто-то из своих родненьких. Только у них ключи от квартиры есть. А с кем вы вместе живете? Марк, брат младший. Дочь Яны. Жена Арина. Да вот я вам фото всех принес, чтобы знали, за кем следить. О, Аринка моя. Красивая. Ну так других не держим. Она в тот день с ночевкой к родителям уехала. А брат на дежурстве в больнице был. А ваша дочь, она была в тот вечер? Сколько ей лет? Яна у меня от первой жены, Людмила. Ей девятнадцать. Ее в тот день тоже дома не было. Накануне я ее в клинику отвез. Гастрит. Лечит. А вот это мать Яны, да? Она сбежала от нас с дочкой за границу с каким-то немцем. Стерва. У вас завещание на кого формировано? Я не составлял. А вот родители бизнес и квартиру завещали нам с братом порвано. А вы брату отдельную квартиру не купили? Мало еще отдельно жить-то. У нас разница в возрасте большая. Пусть пока под присмотром будет. Он учится, интерн. Медицинский заканчивает. Вот работать пойдет, пусть себе на квартиру и зарабатывает. Угу, понятно. Ну что, давайте так. Мы проверим алиби всех ваших родственников. Вы оставьте только, пожалуйста, их координаты и адрес родителей вашей жены. Да, конечно. Алексей Викторович, я проверила в больнице. Марка Орехова здесь не было позавчера. Он не дежурил. Ну, точнее, он вообще уволился неделю назад. И синильную кислоту здесь можно достать. Она в разбавленном виде употребляется как успокоительное средство. Да, поняла. Еду в агентство. Ну что, ты звонился? Нет, телефон Марка внизу на доступ. Может быть, он уже дома, и телефон разрядился. Попробуем у Арины это выяснить. Алло, Арина Викторовна, здравствуйте. Моя фамилия Насонов, я частный детектив. Да, работаю по просьбе вашего мужа. Мы сейчас Марка ищем. Вы не знаете, где он? Ага, то есть после покушения вы его не видели? Я понял. А к вам когда, может быть, подъехать поговорить? Угу. Все, спасибо, договорились. Ну что, Карине? Да нет, сначала надо решить с Марком. Глянь пока его профили в социальных сетях. Может, там что-то есть интересное. Алло, Павлович. Слушай, ну, помощь-то нужна. Смотри, нужно выяснить, светилась ли где-то машина, зарегистрированная на Орехово Марка Петровича. Ну да, пикеты, камеры, все, что можно. Давай, жду. Да, профили у него есть, но только здесь ничего не понятно. На иностранном языке он, видимо, с иностранцами переписывается. Ну, смотри, это медицинские термины, тут на латыни даже что-то есть. Он диссертацию пишет, а он с коллегами консультируется. Как он вообще собирается учиться дальше за границей? Интересно. А об этих планах знает наш клиент? Нет, клиент уверен, что Марк скоро выйдет на работу. А если Борис не давал Марку денег на учебу за границей, то Марку могла прийти в голову идея и избавиться от скупого братца? Ну, возможно. Да, Павлович, так быстро? Так, значит, вчера 8.28, машина Марка прошла пикет на 33-м километре с Северного шоссе. А камера на 35-м километре уже не проходила. Все, я понял тебя, спасибо. Давай. Так, между 33-м и 35-м километром есть мотель. Может быть, Марк там остановился? Очень может быть. Значит так, поедем туда, я попробую Марка вызвать на разговор. Ты за это время установил на его машине маячок. И посмотри камеры, которые в мотеле стоят. С Ариной попозже поговорим. Поехали. Марк Орехов действительно оказался в мотеле. Детектив Насонов вызвал его на разговор. Понимаете, мне Арина позвонила. Сказала, что Бориса хотели синильной кислотой отравить. Я испугался. Полиция бы сразу на меня подумала. Я же врач. Могу кислоту достать. Вот я и решил здесь пересидеть. Пока найдут настоящего преступника. А где вы были той ночью? У любимой женщины. Но я не могу ее назвать. Она еще пока замужем. И муж. Шишка большая. И сама дур. Если вдруг до него дойдет информация, то она пострадает. Вы все-таки должны уговорить вашу девушку подтвердить ваш админ. Я не знаю. Я попробую. Но это может быть опасно для нее. У вас нет другого выхода. Вы должны с ней поговорить, убедить ее дать показания. И еще. У меня к вам большая просьба. Пока не закончится расследование, из города никуда не уезжай. Да, конечно. Присаживайтесь. Спасибо. Вы меня, конечно, извините, но осмелюсь предположить, что у вас под очками. Да, не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться. Да, у меня здесь синяк. Это я так у мужа отпрашивалась родителей навестить позавчера. Он у меня ревнивый патологически. Даже работать запрещает. Вот сижу, как птичка в клетке. Значит, с мужем у вас проблемы и отношения. Ну, не то, что совсем, но... Да, он иногда таким образом выражает свои чувства. Ну, в каждой семье бывает. Но это вы сейчас о том, что бьет, значит, любит? Да, так говорят. Никогда не понимала этого девушкового выражения. С пачерицей у вас какие отношения? Нормальные. Яне нет до меня дела. Она все время проводит со своим парнем. Вот даже и у отца с ней терки по этому поводу. А у братьев между собой? Более-менее. Ну, ссорятся, бывает, да. Но так, чтобы до убийства дошло, нет. А вы, значит, ночь провели у родителей? Да, в их квартире. А дальше вы что делали? Утром мне позвонил Борис. Из больницы сказал, что больше никого не хочет видеть, что это кто-то из нас его убил. Я, конечно, быстренько собралась, поехала к нему, но Боря меня не принял. Я вернусь домой. А Борис, он во сколько позвонил? Сейчас посмотрю. В 9.34. Так, извините, ручка не пишет. Не могли бы я должен. Да, я сейчас принесусь к огне там уже. Вот, пожалуйста, возьмите. Угу, спасибо. Значит, Борис вам позвонил. В 9.34. Все, спасибо. Пожалуйста, давайте, провожу вас. А Марк-то обмануть меня хотел. Не звонил ему Арину после покушения, как он мне сказал. И как же он тогда узнал о покушении? Ну, я думаю, от Арины. Только не по телефону. Она рядом с ним была, когда муж из больницы позвонил. То есть, Арина и есть та самая таинственная любовница Марка? Думаю, да. Наташа, бери фотографию Марка и поезжай к родителям Арины. И пытаешься выяснить, был ли у них Марк вместе с Ариной. Ну, вряд ли они признаются. Я думаю, Арина их уже предупредила. Тогда соседей опрашивай. В детективное агентство обратился бизнесмен Борис Орехов. Он считает, что кто-то из его семьи хотел его отравить с целью получения наследства. Это мог быть Марк, младший брат, дочка Яна или жена Арина. Детективы приступили к расследованию. Здравствуйте. А не подскажете, вы из этого подъезда? Здравствуйте. Из этого. А вы не знаете, где жильцы седьмой квартиры? А то я звоню им, звоню, и никто не открывает. Звягинцы. Так они в вторую неделю на курорте. За границей, где-то на морях. А на морях? А дочь их Арина была здесь вчера? Была, ночевала. На балкона выходила, что-то вытряхивала. Я и видела. Ясно. Внук ваш? Внук первый. А вот дети сейчас приехали. Гуляю. А вот этот парень был вчера с Ариной? Твой, что ли? Ну да, жених. Гони ты прочь такого жениха, лапушка. Он за Аринку натаскается. Вот как. А я надеялась. Как раз дети вчера приехали. Сынок я встречал. Ну, помогал разгружаться. Вот он у нас какие-то из подъезда так громко спрашивает. А где ближайший магазин круглосуточный? Он чуть малого не разбудил. Спасибо, вы мне очень помогли. Да ты не отчаивайся. Ну, какая красавица. Еще лучше себе найдешь. Спасибо на добром слове. Итак, что мы имеем. Марк и Арина любовники. И у них у двоих был мотив убить Бориса. После его смерти они бы получили каждую свою часть наследства и смогли бы пожениться. Они уже готовили убийство. И поэтому не боялись, что Борис их разоблачит. И у них была возможность незаметно добраться до центра города и обратно. О, смотрите-ка. Здесь Марк с Ариной разговаривают. Я надеюсь, твой покупатель не расскажет раньше времени Борису, что ты его акции продаешь. Обещал. Я ему за молчание солидную скидку сделал. Ой, надеюсь. А то я же что-то никому не верю. Ты, главное, мне верь. Борис еще очень сильно удивится, когда узнает, что я уже не тот мальчик на побегушках, за которого он меня держал. Ладно, давай скорее поедем, чтобы разобраться со всем этим. И поскорее свалить от Бориса подальше. Так давай. Марк продает свои акции в их с братом компании и готовится к побегу? Ну, похоже на то. Поехали посмотрим, что у них там за дела. Радиомаячок на машине Марка привел детективов к ЗАГСу. Как думаешь, нас быстро разведут? Я же договорился. Сделают как можно быстрее. Ты паспорт дома не оставила? Сейчас подадим заявление. Поедем отмечать. Шир в Атальевске. Ну, что ты меня пугаешь? Ну, конечно, не оставила. Пойдем. Через полчаса помощники вернулись из ЗАГСа. Ну, что у вас? Можете готовить премию в качестве подарка на нашу свадьбу. Давайте сначала посмотрим, стоит ли ваша информация премия. В общем, Арина подает на развод, а Марк решил ее поддержать. Да, и что самое интересное, она не имеет материальных претензий к Борису, а наоборот хочет, чтобы быстрее их развели. Так они же уезжать собираются. Интересно, чего она так боится? Гнева Бориса за измену или то, что ее разоблачат в подготовке убийства? Ну, пойду спрошу. Доброе утро. Арина, а почему вы решили развестись? Все уже знаете, да? Не вдруг решила. Не вдруг. Если вы думаете, что это из-за покушения на Бориса, то вы ошибаетесь. Арина давно планировала уйти от него. Вот как. Да. А что вы на меня так смотрите? Я любила Бориса, но он оказался эгоистичный тиран. А Марк, он другой, он любит меня по-настоящему. И ты меня любишь. Ну, конечно. Так а что вы сейчас собираетесь делать? Я же вас спросил не уезжать из города. Ну, вы же понимаете, что в данной ситуации попытка скрыться, ну, выглядит как подозрительно. Да мы не от вас хотим скрыться, а от Бориса. Вы же видите, что он может избить ее. Может закрыть. Мы сегодня же уходим из дома. Но пока снимем квартиру, уедем, как только вы найдете того, кто хотел убить Бориса. Знаете, после того, как Борис подумал, что я способна на убийство, я его видеть не могу. Он судит людей по себе. Понятно. Марк, ну, тогда последний вопрос к вам. Я так понимаю, что в вашем алиби на ночь покушения была Арина. А почему вы у нее в квартире не остались? Потому что это место знает Борис. Полиция бы меня там быстро нашла. И я бы уже сидел, наверное. Готовы детализации Марка, Арина? Вот. Так. В ночь покушения на убийство Арина звонила родителям в час ночи. Так поздно? Только у нее родители сейчас на курорте, там другой часовой пояс, и там в то время было 11 вечера, я специально узнавал. А Марк в час десять звонил в справочную службу аэропорта. Ну, очевидно, уточнил что-то по поводу своего перелета. Ну, это уже не так важно. Важно другое, что два их телефона находились в районе базовой станции у дома родителей Арины. Это алиби. Так, получается, они не пытались убить Бориса? Остается только Яна? Угу. Я к Яне в клинику, а вы пока соберите всю информацию на Яну и на ее парня. Аля, ну что, в клинике говорят, что Яна забежала в ночь сразу после поступления. Ну да, как раз перед покушением. И самое интересное, что поступила-то она не с гастритом. Ну, это не телефонный разговор. Приеду, расскажу. Алексей Викторович, у нас для вас тоже сюрприз. Вот, Глеб Волков, парень Яна. Сирота, учится на фармацевта. М-м-м. Намекаешь, что он мог из лаборатории синильную кислоту стащить? Надо бы в его институт наведаться. Все здесь? И что вы тут сидите? Я вам за что деньги плачу? Чтобы вы преступника ловили или в своем агентстве чаи гоняли? Для начала здравствуйте. Мы работаем. Да я вижу, как вы работаете. Только что узнал, что моя жена шлюха, брат предатель. Оба сбежали из квартиры, пока вы ушами хлопали. А ведь это же они хотели меня убить. Вы ошибаетесь. У них алиби. Это что ж получается? Меня родная дочь хотела убить? Я в клинике был. Так вот Яна туда ложилась не по поводу гастрита. А ложилась она туда на аборт. Вы в курсе? Да, это я ее отвез на аборт. Просто у нее с детства сердце слабое, поэтому пока положили, анализы сделать. Она в последнее время совсем от рук отбилась. Нашла себе какого-то шалопая, студента. Задрипанного, голь перекатного. И что, вы Яну после того, как отвезли, в клинику больше не видели? Вчера должны были операцию сделать. Она же до последнего сопротивлялась. Не хотела ехать. Припугнул дуру. О том, что сам этого щенка из пуза выбью. Да ты посмотри, что она делает. Она мои звонки сбрасывает. Устрои. Да. Что? Что? Ничего там без меня не подписывайте. Я сейчас еду. Так, у меня проблемы. Я на работу. Без меня здесь сами разберетесь. Да разберемся. Яну детектива обнаружили в квартире ее парня Глеба Волкова. Я не дам отцу убить нашего с Глебом ребенка. Вы представляете? Этот ее якобы любящий папаша. Хотел дочку замуж продать за какого-то мажора. Говорил, что от этого брака зависит благополучие его фирмы. Да мне все равно, что с его драгоценной фирмой будет. Мы и так проживем. Да, Глебушка? Угу. Понятно. Но мы, в общем-то, все равно всех проверяем. Вот ты где была позавчера, полвторого ночи? Она была у меня. Я забрал ее около двенадцати из той чертовой клиники. Я позвонила Глебу, а потом в окно туалета вылезла. А потом мы приехали сюда, на такси. То есть домой ты не заходила? Нет, конечно. Да, но кто это может подтвердить? Может, вам чаю? Да, глоточек водички бы не помешал. Пойдемте на кухню. А вы можете у таксиста спросить, во сколько мы приехали? Он ведь лицо не заинтересованное, да? Ну, правильно мыслишь. Только где я этого таксиста найду? А у меня визитка есть. Мне когда Яна позвонила, я такси по визитке вызывал. Сейчас найду. Вот, позвоните и пусть подтвердят, что мы с Яной ни при чем. Пожалуйста. Спасибо, Яна. Понимаете, да, я ненавижу и боюсь своего отца. Но убивать человека мне бы и в голову не пришло. К тому же, вы думаете, я бы стала рисковать будущим своего ребенка? Я не хочу, чтобы он родился в тюрьме, а потом в детдоме рос. Да и к тому же, я сама без матери росла. Знаю, как это горько. Ой, извините, я вам сахар не предложила. Пожалуйста. Ян, вы меня простите за наглость. А у вас меда нет? А то, что горло с утра разболелось. А бегать в аптеку за пилюлями некогда. Да, конечно. Я и сама с медом люблю. Пожалуйста. Спасибо. Ой, но извините, я надену маску. Мне сейчас болеть никак нельзя. Извините. Яна, я вас прекрасно понимаю. Но и вы нас поймите. Если мы не докажем ваше алиби, то ваш отец от нас не отстанет. Да, он такой. Но должен же он понять, что не могу я возиться с опасным ядом, если я беременна. Ну, вы могли бы надеть маску, вот как сейчас. Да что там эта маска? Я прочитала в Энете, как опасна синильная кислота. А противогаза у меня нет. Да я ему пользоваться не умею. Да не нервничайте. Мы постараемся вам помочь. И Глебу. И Глебу тоже. В агентство обратился бизнесмен Борис Орехов. Кто-то пытался его отравить. Подозрение падает на Глеба Волкова, парня его дочери Яны. Яна беременна и собирается за Глеба замуж. Но Борис против этого. Более того, он требует, чтобы дочь сделала аборт. Я нашел нашего таксиста. Он подтверждает, что в 23.15 у него был вызов на адрес Глеба Волкова. Он отвез его в клинику, они забрали там девушку и вернулись обратно. То есть в полночь они были у Глеба дома. Так, но если кислота была заранее заготовлена Глебом, то в период с 24.00 до часа 30, то есть за полтора часа, он вполне мог бы добраться до дома Бориса. Алексей Викторович, я просила соседей Глеба. В общем, кое-кто видел их с Яной дома, но только до 12.00 ночи. А что у вас? Я вот что думаю. Глеб мог поймать и случайную машину, ну, чтобы не светиться перед таксистами. И вряд ли Глеб брал с собой Яну на это опасное дело. Он вполне мог бы справиться сам, чтобы она не знала и не волновалась. Значит так, завтра ты наблюдаешь за Глебом, а ты надашь за их квартирой. Дмитрий установил наблюдение за Глебом. Глеб, ну зачем ты опять пришел? Возьмите, пожалуйста. Ну, я же говорила уже, не возьму. Ну, пожалуйста. Ну, так и быть. Ладно. Деньги мне сейчас нужны. Спасибо вам огромное. На здоровье. Алексей Викторович, Глеб только что встречался с какой-то женщиной и передал ей сумму денег. Нет, сколько я не увидел. Где встречались? Да у завода. Что за завод? По переработке микросхем? Угу, я понял. Давай-давай, ты за Глебом, а мы тут пока поработаем. Наташа, мне нужна вся информация на этот завод. В частности, меня интересует сам процесс переработки. Так, минуточку. Так, в процессе переработки радиодеталей драгметаллы стравливают цианидами. Значит, как раз там можно достать синильную кислоту, которая является этим самым цианидом. Так получается, Глеб передавал этой работнице завода деньги за синильную кислоту? Возможно. В институте у Глеба я уже был, там он синильную кислоту вряд ли бы смог стащить. Она там на строгом учете, и за последнее время никаких пропаж там не было. Ну что, есть что-нибудь существенное? Нет, Глеб был в институте, сдавал зачет. А Яна разговаривала с отцом по телефону на повышенных тонах. Сказала, чтобы он даже не думал ее искать, и домой она не вернется. Глеб, я тут подумала, нам надо бы в другую квартиру переехать, раз эту детективы вычислили. Они потом отцу адрес скажут, он приедет и заберет меня. Мне страшно. Я тоже об этом думал, и уже начал искать жилье. Мы переедем. Какой ты у меня молодец. Садись, садись, я открою. Здравствуйте. О, привет, Глеб. Как вы здесь? А я вот сюрприз вам приготовила. Вкусненький, тепленький, с пылу, с жару. Подожди, так это тетка с завода. Глеб, ей деньги отдавал. Навались. Зачем же, не надо было. А выглядит очень аппетитно. Ну что, отец не передумал? Как же, передумает он. Названивает каждый день, требует, чтобы домой вернулась. Не соглашайся. А то он тебя опять в больницу прячет. А откуда ты знаешь про больницу? Ты ей и про аборт рассказал, да? Ян, Ян. Все, потом поговорим, болтун несчастный. Яночка, ну я же не враг тебе. Зачем ты так? Это твой отец, вон, как был тираном, так и мы остался. Совсем людей за людей не считает. Ну ладно, я пойду. У меня на работе перерыв заканчивается. Я провожу. Заодно за молоком сбегу. Так она родственница, что ли? А ты что, не узнал? Это же Людмила Матьяна. Да ладно. Никогда бы не узнал. Вот, держи. Спасибо, Людмила Николаевна. Алло, Борис Петрович, а вы не могли приехать к нам в агентство? Да. Да. Все договорились? Ну а ты сиди, продолжай набилет за квартирой. Проходите, пожалуйста, присаживайтесь. Борис Петрович, а когда ваша первая жена уехала с границы? Через два года после развода. Янке 12 было. А почему она дочь с собой не взяла? Да хотела отсудить, стерва такая. Да кто же ей отдаст гулящей, девчонку на воспитание? А она что, на самом деле вам изменяла? Конечно. Ну, я, правда, не видел. Но друзья видели и все мне рассказали. Вот я и выгнал ее к чертовой матери. И с дочкой видеться запретил. Она там, правда, что-то писала. Яне по интернету из-за границы. Но Янка умница. Сама не захотелось с ней общаться. Поняла, кто ее мать. Так вот, Глеб, мы выяснили, что сильную кислоту ты мог похитить у себя в институте, в лаборатории. Поэтому, сам понимаешь, ты теперь под подозрением. Да и потом, ну, кроме тебя, больше покушаться на Бориса было некому. У Марка и у Арины алиби. У тебя алиби нет. Он был со мной. Ну, конечно. Ты-то лицо заинтересованное. Но и доказательств, что это сделал я, у вас тоже нет. Доказательства не прямые, косвенные. Но, уверяю тебя, полиции этого будет достаточно, чтобы тебя задержать. У тебя был мотив, и была возможность совершить это преступление. Единственное, что вам сейчас сможет помочь, это чисто сердечное признание. И времени у вас только до завтра. Завтра утром все наши материалы будут в полиции. Так что думайте. Это все-таки Глеб? Не думаю. А почему вы его так присанывали? Ну, если мой расчет верен, то скоро мы все узнаем. Глеб, скажи, это правда ты? Нет, нет, еще раз нет. Ну, а кто тогда? Ты слышал, у мачхи дяди алиби. Я уже не знаю, что думать. Может, тебе уехать? Я без тебя никуда не поеду. Так надо. Мы спрячем тебя у мамы. Про нее никто не знает. Ты побудешь там, пока настоящего преступника не найдут. У твоей мамы. Ну, ты же ее ненавидишь. Ну, да. Она меня бросила. Представь, каково мне было расти с таким отцом. Но я ей все высказала тогда по скайпу, когда она меня 16-летием поздравляла. По скайпу, представляешь? Мне 16 лет, а она не может приехать из своей Германии. Мама, не пытайся доказать мне, что я тебе нужна. Если бы это было так, ты хотя бы на мои дни рождения приезжала. Дочка, но ведь отец все равно бы меня к тебе не подпустил. Ты же знаешь это. Он вбил себе в голову, что я ему изменяю. А это не так, это ложь. Да кто бы его спрашивал? Он же не следит за мной круглосуточно. Это все отговорки, мам. Ты меня просто променяла на свою заграницу. Но я же ведь ради тебя сюда и приехала. Думала, заработаю денег, вернусь и буду с тобой рядом. Вранье! Все вранье! После того разговора она же вернулась. Прилетела. Но мне все равно обидно. Только ради тебя я приму ее помощь. Тогда звони ей. Мы переезжаем, я тебя здесь одну не оставлю. Твоя мама нашла нам квартиру, она будет свободна завтрашнего утра. Я ей уже и за даток отдал. Она не хотела брать, но я настоял. А что же ты раньше-то молчал? Ну, ты бы не захотела переезжать в квартиру, которая для нас нашла твоя мама? Да, не захотела бы. Но кажется, это наш единственный выход. Алло, мам? Так, может, Глеб деньги Людмиле отдавал за съемную квартиру? Наверняка. Значит, Борис думал, что Людмила за границей. А она уже давно здесь? Она вернулась три года назад. Причем вернулась ни с чем. Разбогатеть из границы у нее не получилось. Живет теперь в квартире покойной матери. Работает на заводе. А на заводе можно достать синильную кислоту. И с Глебом она общается больше, чем с дочерью. Ну, все-таки будущая теща. А в детализации звонков Глеба есть звонок Людмиле. Прямо перед покушением. Я думаю, дело было так. Когда Глеб узнал, что отец отвез Яну на аборт, он позвонил Людмиле. А Людмила, ну, в пару ее праведного гнева, решила всех от него избавить. Мама, у нас проблемы. Приходил детектив, сказал, Глеба посадят. Сказал, у него есть мотив, но нет алиби. Мы сегодня же переезжаем к вам, а завтра на ту квартиру, что вы нам нашли. Не надо никуда переезжать. От Бориса еще можно было спрятаться. А от полиции нет. Господи. А что же нам тогда делать? Дочка, прости, что ты из-за меня так переживаешь. Маша, успокойся. Я сама решу эту проблему. Из-за тебя? Что ты хочешь этим сказать? Яночка, я думала, ты догадаешься. Вернее, я хотела, чтобы ты догадалась. У сыщиков нет и не может быть никаких улик против Глеба. Потому что это сделала я. Ты? Я. Да, я сегодня же пойду в полицию и обо всем признаюсь. Мама, ну зачем? Дочка, я очень испугалась за тебя. Борис сломал мою жизнь и собирался сломать твою. Я должна была тебя спасти. В детстве не смогла этого сделать, а хоть сейчас. Я так перед тобой виновата. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Здравствуйте. Здравствуйте. Людмила, это правильное решение пойти в полицию. Да, дорогую цену вы платите за возвращение доверия дочери Людмилы Николаевны. Дело ведь не в доверии. Вы не знаете Бориса. Он бы заставил ее сделать аборт или лишил бы всякой помощи. А на что бы они с Глебом жили? Два студента с маленьким ребенком на руках. На ночные заработки Глеба грузчиком. Да и у меня зарплата с Гулькин нос. Да, справился бы я. Мама, выжили бы мы. Дочка, а я не хочу, чтобы ты выживала, как я. Я хочу, чтобы ты просто жила. Людмила была осуждена на шесть лет лишения свободы за покушение на убийство. Яна вышла замуж за Глеба и родила девочку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Жан, ну стой, остановись, я прошу тебя. Ну, в конце концов, ну куда ты? Остановись, а, я же тебя простил. Ну, стой же, ну, Жан, ну куда ты, а? Стой же, ну... Присаживайтесь. Что случилось? Я хочу, чтобы вы нашли мою жену. Мы поссорились. Ну, она психанула, хлопнула дверью. Выбежала на улицу, поймала машину. Ну, это все. В общем, она пропала. Ее нет уже двое суток. Матери не появлялась. Телефон отключен. Ну, идти с этим в полицию неудобно. Засмеют, скажут, нечего было ссориться. Погуляет, вернется. А я переживаю. Вы сможете мне помочь? Скажите, а где это произошло? Улица Красных Партизан. Но камер в том месте нет. А номер машины, да даже марку, я не запомнил. Не до того было. Друзей, подруг обзванивали? Нет у нее подруг. Хотя, раньше была одна на работе. Но она плохо на нее влияла. Поэтому я настоял, чтобы Жанна уволилась. Кстати... Вот фотография Жанны. Скажите, а из-за чего вы постарались? Да, как обычно. Я не мог найти жемпер. Потому что Жанна положила его на другую полку. А я просил ее выполнять определенные правила, о которых мы договорились. Ну, на нее периодически находила, в общем, помутнение сознания. Знаете, такие детские бунты. То на веселее после работы придет, то почти в полночь заявится. В общем, я попросил ее уволиться с работы. Извините, а что за правила такие? Да ничего сверхъестественного. Ну, просто чтобы дома был порядок. Чтобы все было правильно разложено. Чтобы все вещи были на своих местах. Угу. Я не сумасшедший. Я бухгалтер. В очень крупной компании. Вот. И педантичность – это черта моего характера. Ну, требования профессии. Как-никак. А что говорит мама Жанна? Ну, может, она знает, где она находится? Она не может Жанну от вас прятать? Да нет, нет, нет. Ну, теща не знает, где Жанна. Я вас уверяю. Юль Геннадьевна абсолютно на моей стороне. В этом я полностью уверен. Ну, что ж, понятно. Тогда вот что. Напишите, пожалуйста, свой телефон. Адрес. Номер телефона жены. Координаты тещи. Бывшее место работы жены. Ну, в общем-то, все. Да, во что была одета, когда села в другую машину. Аня дает задание. Значит, пусть съездит нам старую работу Жанны. Поговорить с коллективом. Может, с кем-то поссорилась. Вообще, почему уволилась? Да, пусть покопается в соцсетях. Может, там что интересное найдет. А я на вокзалы. Думаете, она взяла билеты и ту-ту? Ну, а чем черт не шутит? Может, вообще ни одна уехала. Может, заранее готовилась к побегу. Так вы сказали, что вы с Жанной дружили, когда она с вами работала. Вы вообще давно ее видели? Может быть, разговаривали с ней? Дружили – это громко сказано. Так, иногда чаю попьем в обед, поболтаем немножко. Тут особо не потрепишься. А Жанку я сто лет не видела. А скажите, а какие-нибудь друзья, подруги у нее были? Да какие там друзья? Она такая зажатая была. Ужас просто. Вечно одна, сама по себе. А что случилось-то? Вы что, из банка? Она денег должна? Да нет. Она просто внезапно уехала, а мы с ее мужем пытаемся ее разыскать. Муж объелся груш. Чего он сам-то не пришел? Так он работает. А вы что, его знаете? Да я не собираюсь с ним знакомиться. Козел какой-то. Почему? Потому что все они козлы. Если бы он был нормальный, разве бы она от него сбежала? Одна, без ребенка. Вы меня извините, мне обедать надо. Спасибо. О чем задумался? Да вот смотрю, профиль Жанны. У нее в друзьях всего пять человек. Двое из них из магазина мебели. Одна из магазина косметики. С Жанной уже давно не общается. Ну и дед какой-то затесался. Кто он, я понятия не имею. А пятый кто? Марина какая-то, но она уже в сети не появлялась около года. А у вас что? Да ничего. Билетов на поезд Жанна не брала. Зря съездила. Поговорила я с этой так называемой подругой. В общем, информации ноль. А кто такая? Какое впечатление? Ну, Света Парамонова, безвкусно одета, вульгарно накрашена. В общем, впечатление негативное. Может, поэтому Юрий запрещал с Жанне с ней дружить? Ладно, поступим так. Дима, бери фото Жанны, отправляйся на автовокзал, покажи фотографии водителям автобусов и таксистам. А мы с тобой навестим мать Жанны. Вот, проходите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Я, знаете ли, радиоинженер по профессии всю жизнь на заводе проработала, пока не закрыли. Вот подруги приносят. В сервисе дорого ремонтировать, вам уже не допросишься. А мне не трудно, даже нравится, что руки и голова чем-то заняты. Да и копеечка лишней не помешает. Скажите, а вы не общаетесь, ну, с друзьями ее бывшими? Этих-то я уже давно сама обзвонила. Там где с родителями, где с друзьями там этими поговорила. Нет. Одна в тюрьму села, другая ребенка родила, в другой город переехала. Нет. Да если бы она к ним кому забегала, мне бы уже шепнули. Это уж можете мне поверить. А других родственников у вас нет? Нет. Хотя забегает она к одному старичку. Это двоюродный брат моего мужа покойного. Продукты ему таскает. Он правда немножко такой чудноватый. Да, с ним больше 15 минут невозможно вместе находиться. А как его фамилия и отчество? Виталий Борисович... Господи, как же фамилия? Мельников. Надо проверить родственников со стороны отца. Может, Жанна еще с кем-то общалась, а мать просто не в курсе. Игорь Петрович, а вы заметили, как она его называет? Исключительно Юрочка. Я думаю, что во всех конфликтах Жанна с мужем она занимала сторону зятя. И мне кажется, что Жанна нарочно обратилась к родственникам отца. Для начала нужно найти координаты этого бывшего физика. Ну что, нашла? Да. Улица Никитинская. Это же другой конец города. Во! Давай как старичку Сав съезжу. А ты вот что, ты поищи адреса и телефоны других родственников Жанны по линии отца. А Дима тебе поможет. Хорошо. Простите, а вы кого-то ищете? А мне нужен Мельников Виталий Борисович. Так это я. А я по поводу вашей родственницы. Жанны Ермиловой. Да, но ее здесь нет. Может, уделите мне пять минут? Да, но я вас не знаю и насчет вас она мне не звонила. Так Жанна пропала. А я занимаюсь ее поисками. Как пропала? Боже мой. Господи, даже я во всем виноват. Проходите, пожалуйста, проходите. Проходите. К детективам обратился бухгалтер Юрий Ермилов. Его жена Жанна после ссоры сбежала из дома. Ее телефон не отвечает. Детективам удается найти пожилого родственника Жанны по отцовской линии, который внезапно заявляет, что это он виноват в исчезновении женщины. Понимаете, это все не случайно. Это часть, это часть большого заговора, понимаете? Это вот они так решили. А вы кого-то подозреваете? Ну, конечно. Это все они. Понимаете, у меня вот все спланировано. Я уже добрался на них, понимаете? Только они ударили вот так вот из-под тяжка. Бедная девочка, да. Но они похитили ее. Кто, кто похитил-то? Присаживайтесь, пожалуйста. Скажите, а вы знаете, что такое антигравитация? Простите, что? Да, понимаете, я понял, как перемещаются инопланетяне. Они используют антигравитационные двигатели. И эти двигатели используют в момент разрыва. Момент разрыва. И после этого в момент разрыва образуется зона напряженности. Вы понимаете? Да, да, Виталий Борисович, я все прекрасно понял. Скажите, Жанна у вас когда была последний раз? Вы мне не верите. Ну почему же? Просто Жанна, наверное, вам продукты приносила. Я так понимаю, вы из дома не выходите, а еда, наверное, у вас закончилась. Да, ну, она приходила. Одну минуточку, простите. Вот, сейчас. Так, 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 ага, так, здесь. Ага, это тот объект, это, это, это так. Так, светящийся объект, это не то, это цифры. Ага, светящийся объект завис над крышей. А, вот, вот, значит так. Она была здесь две недели тому назад в 16.04 и пробыла 12 минут. Скажите, а вы ей через интернет сообщения не посылаете? Вы сейчас можете ей что-то написать? Так у меня нет компьютера. Ну что, есть новости? Пока никаких. Тетка отца умерла год назад, у нее остались две взрослые дочки. Вот сейчас пытаюсь установить их адрес проживания. В базе их нет. А у вас что? Да пока ничего, в тупике мы. Так и не знаем, где находится Жанна. Ну, потому что у нее нету ни друзей, ни знакомых, ни близких родственников. Угу. А что там за старичок у нее в знакомых? Ну да, Виталий Борисович, но фамилии нет. Я думаю, что это не настоящие отчества, кто-то за этим скрывается. Ну, значит, надо спровоцировать его на общение. И что нам это даст? Нам бы неплохо вычислить адрес и телефон и настоящими фамилии. Кстати, а я недавно запомнила анкету и выиграла приз – крем для рук. И пустячок, а приятно. Но только для того, чтобы мне его получить, надо было заполнить адрес в анкете. Анкета, говоришь, дело хорошее. Так давайте придумаем такую же анкету и отправим ему. Может, клюнет. Ну, давай. Ань, а ты пройдись по маршруту от дома клиента до того места, где Жанна прыгнула в машину. Хорошо. Послушайте, у меня нет документов. Я нанял специальных людей, ее ищут. Да это не важно кого. Послушайте, так, не надо мне угрожать. Я все сам хорошо понимаю. Да не собираюсь опрятаться. Послушайте, я понимаю всю сложность ситуации, но мне нужно всего лишь два дня. Ну, я клянусь, я клянусь, я найду. Ну, честное слово. Я сам заинтересован. Да вы даже не представляете, как я заинтересован в этом. И не надо меня больше пугать. Все, я вам перезвоню. Так, так, погоди, Ань, не спеши. Угрозы, говоришь? Это точно? Ты где находишься? Я сейчас подъеду. Ему угрожает это точно. У него пропали какие-то очень важные документы. Я думаю, что Жанна сбежала с этими документами. Или они пропали одновременно. Точно я сказать не могу. А он так прямо и сказал, что жена пропала с документами? Нет, прямо он ничего не сказал. Но я поняла, что у него же тихий счетчик. Ну, в общем, я довела его до дороги, он сел в такси и уехал. Я хотела поехать за ним, но, как назло, не было ни одной машины. Странно. Сейчас проверим. Алло, Юрий? Это Игорь Петрович беспокоит. Пока Жанны не нашлась, мы проверяем бывших друзей, знакомых, коллег. Скажите, у вас ничего новенького нет? Не звонила? Ну, это понятно. Ждете? Хорошо, а как только что-то выясню, я вам сразу сообщу. Ничего не сказал об угрозах. Странно. Игорь Петрович, а может быть его жена шантажирует? Слушай, как у тебя дела с бухгалтерией? Ой, плохо. Я такая транжира, жуть. Я договорюсь со своей знакомой. Она тебя более-менее в курс дела введет. Ну так, хотя бы базовый курс, чтобы ты немножко ориентировалась. Резюмой поможет составить. Ну, представим тебя, как помощник бухгалтера. Пойдешь к Ермилову на работу, попробуешь устроиться. Нет, Игорь Петрович, я в этом ничего не понимаю. В этих дебетах, кредитах нет. Да настолько ничего делать не надо. Просто походишь, посмотришь, какая там на работе обстановка. Ну ладно, это будет самый большой позор в моей жизни. Игорь Петрович. Угу. Я составил довольно заманчивое предложение. Там новые мобильные телефоны, плееры, все по скидке. Отправил ему ссылку. Но он пока не отвечает. Ждем. Будем надеяться, что твой затей сработает. Пока что это наша единственная зацепка. По биллингу тоже ноль информации. В течение последнего месяца Жанна разговаривала по телефону только с матерью. А сейчас свой телефон вообще отключен. На следующий день Аня пришла устраиваться на работу в офис Юрия Ермилова. Ну что же, на позицию стажера у вас неплохой резюме. Но хочу вас предупредить заранее, что бухгалтерия у нас очень большая текучка. Не все выдерживают требования к главному бухгалтеру. А что за требования? Наш главбух страшный педант. Никаких опозданий, даже на пять минут. Задерживаться после работы обязательно. А уйти раньше ни под каким предлогом нельзя. Даже в поликлинику. Да, строго у вас тут. И не говорите. Но если вы хотите стать профессионалом, то лучше места вам не найти. Любая другая работа вам покажется с каникулами. Вы знаете, а меня все устраивает. Человек я обязательный. На работу всегда прихожу вовремя, иногда даже раньше. Так что мне ваши условия подходят. Ну и прекрасно. Прекрасно. Люди нам сейчас крайне необходимы. Скоро сдавать квартальный отчет. Но Юрий Николаевич сейчас нет на месте. Он взял отпуск за свой счет. Приходите через три дня. Побеседуйте с ним. Я думаю, сразу же сможете приступить к работе. Знаете, а можно ему как-нибудь позвонить? Дело в том, что меня берут на работу в другую фирму. Но ваши условия мне нравятся больше. У вас есть карьерный рост, а мне нужно им сегодня ответить. Ну давайте попробуем Ю дозвониться. Тем более, что мне самой нужно с ним поговорить. Вы меня здесь подождите. Хорошо, спасибо вам. Игорь Петрович, есть адрес. Десять минут назад он клюнул на нашу наживку. Ну, слава богу. К сожалению, не смогла я дозвониться до Юрия Николаевича. У него какие-то проблемы в семье. Хотя нам он очень нужен сейчас. Вы можете оставить свой контактный телефон? А у меня все указано в резюме. Прекрасно. Замечательно. Давайте поступим так. Нам сейчас действительно очень нужны люди. Не все так покладисты, как вы. Не всех устраивает. К нам приходятся искательницы. У кого дети болеют часто. Кому на учебу нужно. Давайте я вам сейчас покажу офис. Объясню, чем мы занимаемся. А с Юрием Николаевичем я поговорю потом сама. Да, давайте. Хорошо? Ну, пойдемте. К детективу обратился бухгалтер Юрий Ермилов. Его жена Жанна после ссоры сбежала из дома. В поисках пропавшей сыщики опрашивают ее родственников и бывших коллег. Становится известно, что самому Ермилову кто-то угрожает. Аня устраивается на работу к нему в офис. Мне кажется, что мы сейчас познакомимся с любовником Жанны. И что, если Жанна вступила с этим любовником в преступный сговор и сейчас шантажирует мужа важными документами? Как вам такая идея? Это не идея. Это домыслы. Юрий жестко контролировал Жанну. Всю ее жизнь, друзей, работу. Тут надо любовников. Ну, посмотрим. Фамилию и имя в анкете он не указал, только адрес и псевдоним. Главное, чтобы он сейчас был дома, а не на работе. И какой у нас план действий? Действуем по обстановке. Я понял. Здравствуйте. Я частный детектив. Мы разыскиваем Жанну Ермилову. А у нас есть информация, что она здесь находится. Кого? Да вы что? Я здесь одна живу. Здесь нет посторонних. Может, мы пройдем в квартиру поговорим? С чего это? Я на работу собираюсь. Вы поймите, муж Жанны подал заявление в полицию. Я сейчас следователю сообщу, он приедет сюда и его там впустите. Ну и начнется. И тогда вы точно опоздаете на работу? Да вызывайте вы кого хотите. Неожиданный поворот. Пошли в машину. Та еще дамочка. В общем так. Ты здесь наблюдай за подъездом. Как только она пойдет куда-нибудь, ты следом за ней. Только аккуратненько. Она же тебя видела. Аня, я не понял, его вызывают в качестве свидетеля или в качестве подозреваемого? Да я не успела рассмотреть, что там. Я просто увидела повестку на имя Ермилова. А, да, кстати, Юрий взял отпуск за свой счет. Хорошо, я разберусь с этим. Вадим Петрович, это я вам звонил. Вы не знаете, где Ермилов находится? Вчера с ним созванивался. А сегодня у него выключен телефон, его нет ни дома, ни на работе. Вы какое отношение к нему имеете? Я частный детектив. Ага. Я ищу пропавшую жену. А он сам-то в каком статусе? В статусе подозреваемого. Хищение денежных средств, отмывание и другие мошеннические операции. Вот моя визитка. Сообщите мне, когда он появится. Да-да, непременно. А пропажа его жены имеет отношение к моему делу? Как вы считаете? Да, честно говоря, не знаю. Он мне ничего не рассказывал. Ясно. У нас в разработке несколько человек. Преступники могли похитить его жену для своих корыстных целей. Чтобы его шантажировать? Может быть. Он руководил финансовыми потоками. Его могли заставить пойти на преступление, похитив его жену. Но он должен написать явку с повинной, пойти на сделку со следствием. А мы поможем найти жену. Как вам такое предложение? Я все понимаю. Как только он выйдет на связь, я им передам. А как вас можно найти, если что? Вот, пожалуйста. Если он будет бегать и увиливать, подельники свалят на него организацию ОПГ. А это дело серьезное. Контроля на самом верху. Понятно. Ну ладно. Игорь Петрович, у меня для вас интересные новости. Помните, Аня встречалась с бывшей коллегой Жанной? Ну, она еще сказала, что та очень сильно ярко красится. Ярко накрашена, грубые манеры и одета безвкусно. Кого-то мне это напоминает. Ну, конечно. Мы же с вами сегодня ее с утра видели. И это она сидит у Жанны на странице под ником Виталий Борисович. Я проводил ее до работы и у меня все сошлось. Магазин одежды, ярко красится. Я отправил ее фотографию Ане и она это подтвердила. Это Светлана Парамонова. Хорошо, сейчас подъеду. Прям обложили бедную женщину. Чего вам от меня надо-то? Я общался со следователем. Так вот, он считает, что Жанну, подругу вашу, могли похитить с целью шантажа ее супруга. Кому он нужен, зануда этот? Вы же сказали, что его не знаете. Ну, не знаю. Ну, Жанна рассказывала. Холодно здесь как-то. Может, мы в машине поговорим, а? У меня только пять минут. Вы что делаете? Мне на работу надо. Вы чего? К следователю поедем. Я не поеду никуда, нет. Надо было мне все тихо, мирно рассказать. Мне осталось бы между нами. А теперь вам полиция займет. Да что я такого сделала? Светлана, все серьезно. Похоже, только вы общаетесь с Жанной. Где ее найти? Я не знаю точного адреса. Она на какой-то старой даче у своего родственника. Да это ее муж во всем виноват. Он ее довел до клиники неврозов. Реально. У нее такие истерики на работе случались. А потом он ее заставил уволиться. А вы решили ей помочь? Я просто объяснила ей, что нормальные люди так не живут. Он же реально все ей запрещал. Заставлял чашки все время ставить ручками наружу. Носки гладить с двух сторон. Обувь в каждую коробочку складывать отдельную и подписывать. Еще же она должна была свои вещи так же складывать. Но это же кошмар. А общаться можно только с каким-то стареньким родственником. С Виталием Борисовичем? Ну да. Вот я и придумала конспиративную связь. Можно я уже на работу пойду? Вы ей позвонить можете? Нет, не могу. Честно, не могу. Она боялась, что муж ее как-то вычислит. И оставила телефон дома. Обещала написать в конце недели. Напишет, я сообщу сразу, да. Хорошо. Будешь ждать звонка. Ну а сейчас звон действий у нас какой? Едем к Виталию Борисовичу. Да, но только его следователем не напугаешь. Давайте вот что. Скажем ему, что нас атакуют зеленые человечки. Такая идея подойдет? Ну раз тебе весело, значит пойдешь в магазин за продуктами. А потом подождешь меня в машине. Подойдет? Подойдем. Вы знаете, я после вашего ухода позвонил Жанночке, но она трубку почему-то не берет. Виталий Борисович, а я вот вам продуктов принес. Ох ты. Яблоки-то. Какие на даче у меня яблоки. На даче? Да. А вы на даче когда последний раз были? Да лет пять, наверное. Ну я же из дома редко выхожу, поэтому лет пять. А где ваша дача? А зачем вам? Да хочу проверить ее состояние. А вы посмотрите, ключи от дачи на месте? А ключи сейчас, секундочку. Знаете, нету. А как до вашего дачи добраться? Ну вы знаете, это километров десять от города. Я вам план сейчас нарисую. А только как же вы без ключей-то войдете? Справлюсь как-нибудь. Ну хорошо, сейчас, секундочку. А теперь куда? За город прокатимся. Как и предположил Лукин, Жанна скрывалась на старой даче своего родственника. Детектив убедил женщину вернуться домой, пообещав ничего, пока не сообщать ее мужу. Я просто поняла, что он меня связал по рукам и ногам. На работу ходить нельзя, с друзьями встречаться нельзя. Все должно быть рассортировано. У меня мог устроить сцену из-за какой-то немытой кружки. Скандал из-за каждой ерунды. На самом деле больной это он. Да не надо так нервничать. Ну я вас прекрасно понимаю. Я пыталась подать на развод. Но он стал мне угрожать. Конечно, раз я не работаю, раз я лежала в психушке, то сына оставят с ним, с отцом. Мать меня и слушать не стала, только один человек меня сочувствовал. Светлана Парамонова? Да. Скажите, Жанна, а зачем вы прихватили портфель мужа с документами? У него появился специальный портфель для документов. Муж сказал, что в офис их нельзя отвозить, с этими документами можно работать только дома. Ну и в очередной раз, когда он мне устроил сцену, я просто сбежала и прихватила с собой документ. Чтобы потом его шантажировать? Да нет. Мне нужна была просто свобода и мой сын. Думала, посижу на даче денек, потом ему позвоню. Но там было так, так спокойно, так тихо, я как будто дышать начала. А у меня к вам предложение. Я сейчас пообщаюсь с вашим мужем, через двадцать минут мы встречаемся. А после этого давайте мы все соберемся здесь, на нейтральной территории, вы, он и я. И пообщаемся, все обсудим. Я вас уверяю, я вам помогу. У меня все равно другого выхода нет. Не век же мне здесь сидеть. Ладно, я согласна. Вы Жанну нашли? Нашел. Вы не видели, у нее портфель был с собой? Вот об этом я хотел с вами поговорить. Вам же угрожали из этих документов. Я вас просил найти мою жену, а не совать нос не в свое дело. Вас следователь разыскивает, а будете прятаться, только хуже себе сделаете. Я вас еще раз спрашиваю, портфель с документами у нее? Он у меня. Отдайте мне его. Пожалуйста. Вы обещаете? Я обещаю поговорить с Жанной. А потом мне нужно поработать с этими бумагами. И только после этого я пойду к следователю. Вам ясно? Гермилов без глупостей. Это не я. Извините, Игорь Петрович, но пришлось поставить вас на прослушку, а также провести некоторые другие оперативно-розыскные мероприятия. Да я пытался его убедить пойти к вам. Раньше надо было. Вы один? А где Юра? Юрию задержала полиция. И что теперь? Теперь все будет хорошо. Лет 7-8. Юрия Ермилова осудили за мошеннические операции на 8 лет лишения свободы. Жанна устроилась на работу, воспитывает сына. На развод она решила подать только после того, как Ермилов отбудет наказание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова